Вейкап, с вами Вова Кэс. За что фейс побил бывшего Марьяны? И что рэпер написал в Твиттере, когда полиция его отпустила? Катя Адушкина выпустила новый клип «Всё моё». Как на него отреагировал её бывший парень Никита? Ян Гордиенко записал дисс на Колю Соболева. Коля, ну давай разберёмся, как мужички. Маша Вэй объяснила, почему пропала из соцсетей. Мы это делали не ради денег. Обязательно ставь лайк, если хочешь, чтобы новости выходили как можно чаще. Подписывайся и жми колокольчик, чтобы смотреть крутые видео про блогеров самым первым. Я уже рассказывал, что вчера Фейс был задержан полицией в Москве. Рэпера обвинили в избиении бывшего парня Марьяны Рот Тимура Сорокина. В сети возникло несколько версий, почему так произошло. Пострадавший считает, что всему причиной ревность. На почве ревности к Марьне Рот, как у нас были с ней отношения в 2017 году. Почему Ваня ревнует к бывшему парню, непонятно. Но в таком случае Фейс наверняка хочет добраться и до Ивангая. Следующая версия – это клевета. Некоторые уверены, что у Сорокина с Марьяной ничего не было. А все эти подробности про их интимные отношения лишь фантазии блогера ради хайпа. Иначе как объяснить историю с Марьяной, где она утверждает, что бывший у нее только один. Пишут, типа мне синяк пишет, возможно и член не понравился. Но это полная х**а, потому что у нас все нормально было долгое время. Член ей понравился, хватит давай нам говорить. В таком случае Милена Чижова и Даня Комков тоже врут. Ну и третья версия – это излишняя откровенность Сорокина. По слухам, бывшая парочка договорилась держать отношения в секрете. Но блогер обо всем рассказал. В том числе и об интиме с Марьяной. После чего он записывает трек, в котором поет о том, что он х**ал мегазвезду. Большинство, кстати, склоняются к тому, что Фейс побил Сорокина именно за эту песню. А какая версия, по-твоему, самая правдоподобная? И согласен ли ты с Соболевым, что в данной ситуации Фейс поступил правильно? На данный момент блогер находится в больнице с отрясением мозга. Всем привет, ребят. Нахожусь сейчас в детской филатовской больнице с отрясением мозга. Фейса уже отпустили домой. Выходя из отделения полиции, рэпер отказался давать комментарии. Здравствуйте. Пару комментариев, пару слов. Коману, простите, пока не скажу. С чем связано такое поведение? Позже он написал в Твиттере, что сегодня замечательный солнечный день. А также пожелал всем счастья и здоровья. Марьяна, в свою очередь, тоже веселится на приеме у стоматолога. В общем, они делают вид, будто ничего не произошло. Я уже рассказывал, что Маша В. пропала из всех соцсетей. Блогерша опубликовала сториз с обещанием объяснить ситуацию. Маша нашла одинокого домашнего пса и решила ему помочь. Все это время она ухаживала за ним и искала его хозяев. И я раскидала объявление по всем пабликам в надежде найти хозяина Левой. Девушка так привязалась к питомцу, что расставшись с ним, она очень расстроилась. Ну то есть просто человеку невозможно объяснить, что мы это делали не ради денег. И да, мы реально переживаем за собаку. Как тебе поступок, Маша? А ты когда-нибудь забирал животных с улицы? Катя Адвушкина выпустила новый клип «Все мое». Помимо Кати, в клипе участвуют Анивар и Никита Морозов. Большинству эта работа понравилась даже больше, чем «Лимонад». Также многие отметили очень крутой танец Кати и ее друзей. А какой клип тебе нравится больше, «Все мое» или «Лимонад»? Кстати, Катю все чаще видят в компании ее якобы нового парня. Но официально они еще не подтвердили свои отношения. Также после дискотеки «Лимонад», разбирая подарки от фанатов, подруга Кати порвала ее фотографию с Никитой. Многие такой поступок назвали некрасивым. А ты как считаешь? Никите, в свою очередь, очень понравилась новая песня Кати. Также ему пришелся по душе мерч девушки, в котором он проходил целый день. Многие считают, что он до сих пор любит Катю. А ты как думаешь, это Степ или знаки внимания? Новый клип сегодня выпустил и Янго. Коля, ну давай разберемся, как мужички. Ты меняешь мнение чаще, чем пиджачки. В образе МС Янули он задисил Колю Соболева. Уже по традиции в кадре присутствует кирпичная стена. Большинству все понравилось. Но некоторая часть аудитории возмущена таким грубым и пошлым контентом от Яна. Якобы его смотрят одни дети. Что скажешь? Какой контент тебе нравится больше? Более милый или пожестче? Спасибо за лайки. Обязательно подписывайся и жми колокольчик, чтобы смотреть крутые видео про блогеров самым первым. Всем пока. И подписывайся на мой инстаграм. Ссылка в описании. Субтитры сделал DimaTorzok